Я искренне соболезную родителям. Хочу им также высказать такие слова соболезнования и поддержки. Когда человек умирает, это уходит из жизни, и это плохо. Тем более молодой человек. Естественно, я вчера поинтересовался, и сегодня утром, как идет расследование, а вчера я поручил председателю Следственного комитета, предупредив его, что это будет раскручиваться проблема, поэтому надо расследовать. Надо честно и объективно все расследовать, а сегодня утром, поскольку, ну, все же милицию начали обвинять, в очередной раз я позвонил генеральному прокурору и сказал, возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело или какое там у них расследование, чтобы не было потом, а, милиция сама расследовала Следственный комитет, хотя у нас они отделены, Следственный комитет от милиции, но задача генпрокуратуры взять это под контроль. Все, берем под контроль, начинаем расследовать. Что я знаю на сегодняшний день? У нас появилась практика, это уже больше месяца в этих богатеньких, прежде всего, кварталах. Они вывешивали флаги, бело-красно-белые и ленточки, ленточки, да, бело-красно-белые. Занавешивали там везде, даже тросы натягивали от дома к дому и вывешивали эти, как у нас это принято считать, коллаборационистские профашистские флаги, потому что под этими флагами в годы Великой Отечественной войны с этими повязками ходили полицаи и людей расстреливали. Портреты Гитлера на всех мероприятиях, в кадре есть хроники, под этими были флагами. У нас, в стране, где каждый третий погиб, представляете, какое к этому отношение. Я к чему это говорю, что в этих дворах одни вывешивали эти флаги и эти ленточки, а вторые ходили и срезали, кто это не приемлет. И особенно, мы в последнее время создали дружины, их, по-моему, около 500, в Минске только, и они тоже ходили и срезали эти флаги. В одном из дворов, как мне доложили, они пришли срезать флаги, а те, кто там живет, эти ленточки вывешивал. На заборах, на спортивных площадках, ну везде. Они выскочили из домов и потасовки были, но в данном случае, мне доложили, завязалась драка. Притом, драка серьезная. И кто-то, это же в милиции все есть, кто-то из протестующих позвонил карателям в милицию. Выехал усиленный наряд милиции, но когда они подъехали, как обычно, все разбежались. А этот то ли травмирован был, то ли что, в нетрезвом состоянии это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили это все. Он был пьяным. Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Ему стало плохо по дороге. Это как мне доложили. Ему стало плохо по дороге. Они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу. Вот как было на самом деле. Я попросил расследовать, чтобы мы действительно не дали повод никому опять развернуть вот это насилие, насилие, насилие. А что, власти надо было это? Да нет, нам это не надо. Нам уже это все надоело. Я только что сказал. Нам надо и уборку урожая закончить, и накормить людей, и экономику сохранить. Нам это надо, а не вот эти события. И я же вам говорил, что сакральные жертвы хотели сделать Тихановскую. Вот это было да. Поэтому удалось от этого уйти. И они постоянно старались где-то что-то найти. Вот они сейчас рванули на этого парня. Я еще раз говорю, искреннее соболезнование родным и близким потеряли парня. Тяжелый случай, конечно. Конечно, пускай там единичный, хотя это жизнь людей, так не скажешь. Но я вам должен в доказательство привести один пример. Вот я специально за сутки взял статистику погибших. Два человека в ДТП погибло. Убийство один человек. И тяжкие телесные с последующей смертью один человек. Скажите, два плюс один плюс один, кроме этой смерти. Это что, не погибшие люди? Погибшие. Ну, а почему о них никто не говорит сегодня? А не надо. Это неинтересно. Пять человек за сутки погибло. Выбрали одного человека. И начали качать. И я уже вчера, мне доложили, я заметил. Не знаю, заметил ли ты. Ведь вчера, еще он жив был, этот человек, начали поворачивать в сторону, что его избили, я не называю фамилии, но люди, которые ближе к президенту, они уже назначили виновных. Этот бунт никому не нужен. И сакральная гибель людей тоже никому не нужна. Не только мне, но и им тоже. Это же чей-то ребенок. Нельзя на гибели людей делать политику. Я попросил, чтобы МВД, именно МВД, поскольку пытаются стрелки перевести опять на этих карателей, чтобы они связались с родителями погибшего и попытались как-то разговаривать с этими родителями, как бы ни было трудно.